латерально хороший объем прикрепленной десны как по ширине так и по высоте я думаю что причина это в этой рецессии все-таки не короткое прикрепление уздечки а именно такая небольшая дистопированность этого зуба не очень она даже заметно может быть глазом в прикусе но у него есть небольшое такое именно дистопированное положение в дуге ортодонтически тоже не обсуждалось лечение поэтому мы приняли решение а пациентка была мотивирована только тем что у нее постоянно здесь скапливался зубной камень который при ее плохой гигиене мгновенно задавал весь тон и все это воспалялось у нее постоянно там кровоточило гноилось и мы вот только-только так ее санировали чтобы быстро прооперировать чтобы ничего не произошло дизайн удалена маргинально десна выкроем лоскут латеральный отсловим полнослойно обработка корня еще раз да и деталь кирето бор и фиксация очень много фотографий операции получилось здесь фиксация такая же как всегда двойными объединениями вот дефект вот данным случаем образовался мы его закрыли губочкой и прижим прижали крестообразными швами я считаю что нужно было сразу в эту же операцию и сделать уздечку я в общем я потом так и сделала но пришлось второй раз уже тогда это делать почему я так считаю потому что посмотрите что у меня образовалась она тянула 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 и на если она пошла снимать швы и у нее вот такая вот щель я думаю что здесь разошелся шовчик вот этот вот маленький который был наложен для стыковки вот этих двух лоскутов при на принимающем лужи слизистом кастичного мы к сожалению не могу вам показать но я сразу же через две недели после снятия швов сделала ей прянула пластику и вот этот вот кусочек весь подшил и у него все хорошо но она начала тут такой гигиены он конечно понимаете они когда очень хотят они на какое-то время аккумулируются начинает приводить себя в порядок а потом это опять все по привычной схеме становится плохо сейчас у нее все хорошо но она не приходит потому что боится никогда так я хочу нет я сейчас сразу просто хочу с теорией закончить бывают такие сложные клинические ситуации когда латеральное перемещение мы совмещаем с корональным смещением как правило это происходит в области первых маляров либо нижней либо верхней челюсти когда поверхность корня медиально щёчного чаще всего что на верхней что на нижней челюсти настолько да там глубокие высокие рецессии что корональным смещением не закрыть их ну а в этой области единственное что нас конечно очень обнадеживает там всегда есть достаточная зона латеральной прикрепленной десны как правило потому что уже анатомически это часть жевательная она располагает большему объему прикрепленной десны в этой области в таких случаях можно сочетать корональное смещение с латеральным я вам сейчас покажу просто клинический пример он ничем не отличается от того что мы разбирали технически по методу и обговаривали здесь есть три рецессии в области первого маляра премоляра 2 премоляра и 1 маляра как я сказала самая глубокая рецессия самое неприятное в области первого маляра медиально щечного корня плюс амразии и эмали и цемента приняли решение для такого выбора дизайна операция зубы выглядят сами таким образом потому что я сняла старые такие не очень адекватная реставрация все корни эти были закрыты пломбировочным материалом и уже был и кариес где-то какой-то такой пигментации поэтому все было некрасиво просто все это сняла это лоскут смоделированный но по сути у вас получается вертикальный разрез в области премоляра первого как при корональном смещении латеральный разрез в области первого маляра за ним туда плюс 6 миллиметров плюс ширина рецессии и перемещение как корональное так и латеральное из подготовка твердой мозговой оболочки обработка поверхности корней фиксация к хирургическим сосочкам и фиксация доступ поскольку да все таки первые маляры очень тяжело уже снимать у пациента не так хорошо открывается вот как бы мне хотелось вот шов который вертикальный при латеральном да на смещении же два вертикальных шва образуется вот этот шов вот и тот второй он за шестым зубом который при перемещении латеральным образуется но и здесь так как он при корональном смещении положен это 14 дней снятия швов таким вот образом это выглядит пока дальше мы будем ждать что у него вырастет должен прилететь вот где-то в апреле или или в марте марте по моему будем уже смотреть наблюдать здесь эту картину как это все будет это тот же да из якутии пациент просто уже с другой стороны вот они нет я здесь сделала закрыла вот они вот края реставрации да здесь но он дал хлоргексидином полоскал и поэтому это все черное это все это это вычищается он пригласил вот он приедет марте я его почищу уже в порядок но и будет какой-то результат потому что это по моему ноябрьская операция где-то как раз получится у него полгода будет уже какая-то ясность что у него с меня конечно больше всего беспокоит его вот этот примоляр потому что он с такой рецессии кандидат уже на какие-то варианты с удалением зубов чего бы очень не хотелось потому что у него и так там достаточно много проблем полости рта тела до все передохнули голова немножко проветрилась бой самом деле какой-то бытует последнее время мнение что коронально смещенный ротированный лоск от модификации массива санктис зубк или представляется чем-то сложным мне сегодня бы хотел развеять ваше сомнение на тему использовать этот метод при устранении множественных рецессий или не использовать сторону использовать почти всегда да если есть для этого показания ротированный лоск от это у меня так привольно написано официальное его название этой методики коронально смещенный ротированный лоск от модификации массива санктис звание за кили предложен к использованию этот метод в двухтысячном году он самый молодой и свежий инновационный да с учетом многих признаков и факторов которых мы сегодня достаточно много говорили чем интересен данный курс мы с вами живем во времена когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологий вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор зульфия бунисова которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинике стоматологической города санкт-петербург есть еще один доктор людмила александровна которую я не знаю сколько знаю но наверное 25 до наверное примерно так вот и могу сказать что она тоже верный верный такой преданный доктор поликлинического комплекса но она тоже она интересовалась она искала новые пути применение каких-то новых технологий сказали но годы через полтора мы может быть это купим поэтому то что сегодня представила мария она на самом деле уже практически без пяти минут ученый кандидат медицинских наук у нее есть патенты на те материалы о которых она сегодня рассказывала мне очень большой клинический опыт применения этих препаратов и наверное заметили фразу да сама сказал а я ничем другим кроме этих материалов не пользуюсь значит мы можем доверять всецело тому что она нам сегодня сказала и конечно это маленькая часть того что она на самом деле делает свои практики поэтому я желаю вам всяческих успехов и спасибо вам что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон спасибо алексею спасибо екатерине спасибо анастасии спасибо где даша даши я так понимаю что у нее сегодня боевое освещение да да вот на всяком случае спасибо всем стоматологам и не стоматологам которые сегодня провели целый день вот здесь вот да еще и в день стоматолога почти в день поэтому мы вас всех поздравляем еще раз днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов здравствуйте меня зовут андрей владимирович с налегов великолепно подача информации организация проведения и с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы спасибо мария александровна алексей николаевич мастер-класс прошло замечательно мария александровна как всегда умничка все доходчиво объяснила и как она это все попыталась максимально изложить всю информацию чтобы это было доходчиво нам спасибо большое организаторам приходите не пожалеете все было хорошо на высшем уровне мастер-класс 0 имя